Всем привет, друзья! Обещанный выпуск про РК Слеерство, потому что парни настолько радуют, что решил про них снять отдельный выпуск. Такого еще, кстати, не было никогда. Обычно внутри новостей было РК Слеерство, а тут внутри моего канала прям. Погнали! Начнем с самого интересного. Как там дела у Лайта? Из хорошего он предельно близок, чтобы преодолеть нынешний рекорд на Авернусе, который если пройти, то 50 на 50. Либо тупой фейл, либо уже победа. То есть на ГГ в апреле уже можно надеяться. Фейл на 49 уже приближается к числу 100, но мы боялись, что он перегорит, а на деле пострадала не менталка, а его зрение. Лайт выпустил эмоциональный пост, что зрение подупало, но прошу вас успокоить, как я успокоил уже самого Лайта. Во-первых, там ничего страшного. Зрение реально капец как далеко от очков или линз. Прям жесть как далеко. И динамика падения очень слабая. И второе волнующее всех ГДК, то что его закошмарили врачи, мол, час в неделю играй. Это прям гагачушь. Если у него реально была бы такая жесть с глазами, то посадил бы он их и без помощи компа, смотря куда угодно. В учебник, телефон, да даже вглядывая силуэт, выйдя вечером гулять, когда уже потемнело. Или наоборот было слишком светло. Че угодно, где угодно, грязное окно, все посадил. Мы с Вернам абсолютно сошлись в этом вопросе. Зрение ухудшить могла, кстати, плохая матрица, монитора. Низкая там герцовка, какой-то там ТН и прочие типы мониторов. И разрешение экрана там какое-то всратое, как у Дилса было на верифе Оода. Но там у Лайта картинка лучше, чем в жизни. А также расстояние до Моника предельно комфортное. Поэтому повторюсь, со зрением не все так плохо, как все подумали. Так тем более, никакой веруности ему не сломает глаза. Все в порядке, он стримит, он играет кошмары от врачей, которым лишь бы обвинить компьютер, не проканали. Лайт в обоими. И уже поставил 89%. Следующий рекорд это либо вообще какой-то тупорылый фейл на вас в кораблике, либо победа. Я все же склоняюсь к победе. Я не думаю то, что он заруинит. Не думаю. А че там у Лоликли? Он вернулся уже как несколько недель в активное слейерство. И сейчас стримит по куче часов в день в Дайдл Вейв. Пока что он пройден почти в 2 рана. 40 и 55-100. Но в ближайшем времени прогрессов новых не будет. Так как он улучшает общий консистент сейчас. Чтобы потом взорвать уже весь уровень. И у нас получается и Тайдл, и Авернус будут зачищены в этом году, как новые хардесты РК. Просто прекрасно. Дважды, дважды можем его обновить за год. А ведь такое не было уже много лет. Откуда я это знаю? Да я недавно поднял архивы и снял видео со всеми хардестами в РК. Начиная еще со времен динозавров и всяких Найн Серклзов. Да, настолько глубоко опустился. И это не просто было перечисление. Нет, это прям видео, которым я горжусь. Наверное, лучшее, что выходило на Boosty в этом году. Очень понравилось его делать. Там и аналитика. И определение лидеров за всю историю. И в целом это позволяет прочувствовать всю историю РК-слейерства за один ролик. Видос уже 2 дня, как загружен на Boosty отзывы под ним. Хорошие. Всем оно нравится. Приятного просмотра. Я старался. И теперь по третьему богатырю. Аршедоу. А что у него там? Он дошел до лиц процента в АОДе. Внезапно вообще. Пройдя полуровня. Я удивился, кстати. А также он допрошел Ахирон ровно за 100 тысяч попыток. По формуле достижений он вырвался на топ-1 РК. Но это не самая объективная оценка лучших. И плюс, когда лайт пройдет Авернуста, то оторвется моментально в 2 раза по среднему баллу от Аршедоу. Так что я предпочитаю, невзирая на все эти формулы, считать всех этих слейеров за топ-1 РК. Просто каждый в чем топ-1. Там лайт по достижениям, Аршедоу по какой-то перспективе по тернам и вейву, а лоликли по чистому какому-то базовому скиллу. Так что да, перспективы Аршедоу впечатляют. Больше всего пройти Ахирон и битать АОД, когда ты тренишь и верифаешь космос анлишет с бафами, это сильно. Так что поздравляю вас, рковчане, с тем, что третий игрок в топ-10 мира с РК окончательно закрепился. Пусть это будут всадники апокалипсиса для зарубежных игроков. Мы идем за троном, который когда-то упустили Дольфи и Индис. Прям из-под носа. Я прошел Ахирон! Я прошел Ахирон! Я прошел Ахирон! Что? 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 Я прошел Ахирон! И свершилось. Гонка на The Galucination подошла к концу. Снял проклятие Копиец. Имел шансы зарешать Голдикс. Но все же начал слишком поздно относительно первого слейера. В самом конце Копиец была смерть. И не одна. И очень обидная. Да и вообще сам левел ему не понравился абсолютно своим дисбалансом. Но тем не менее все позади. Победа есть. Очки есть. Уровень зачищен спустя столько времени. ГГ. А слейер, который прям мега впечатлил. Это Вейв Задрот Батуа. И еще год назад он начинал битать кучу топ-демонов на волне одновременно. И просто вдумайтесь. За две недели чел прошел Слаутер Хаус. А Ноун и Сокупен Сёркаус. Просто сраная машина. Сейчас этот монстр битый Тартарус и ВСЦ. Если выбирать какой-то демон такому вейв богу в следующий в виде Хардеста, то особенно после такого ментального всплеска и получения дофамина, ему на сверх мотивации, побед и вхождение в топы РК нужно попробовать Тайдл Вейв. А что еще, ребята? Какой демон ему может быть более подходящим? Особенно то, что Гусарыч. Внимание. Слушать всем. Гусарыч. Чел с таким ником в РК. Заплатить Виктору Тайдл Вейва 50 тысяч рублей. Это вроде как не просто первому Виктору. Это каждому Виктору. Не знаю, сколько это продлится акция. Но тем не менее, ребят. Это не вброс. Это не фейк. Реально 50 тысяч за Тайдл Вейв. Чел хочет вложиться в РК-слейерство материально. Кто смотрел мои стримы или Вернамо поймет, что у Чела реально есть деньги. И он готов в это вкладываться. Он убедил всех. Так что он ответит за свои слова. Бату. Конечно не верится, что ты обгонишь Лоликли. Но лишним не будет в любом случае. Возможно, ты именно создан для зачистки Тайдл Вейва. Со своими вейв демонами. Кстати, по поводу моих стримов. То, что я там прохожу лист челлендж. Это теперь только повод собраться. На деле именно там мы обсуждаем все, что предложит чат. Последние стримы я провел в Войсе с Ивавом или Лайтом. Так что имейте ввиду. Заходите. Читаем все интересное и базарим 24 на 7. Залетайте. Сервакс также достигает успеха. Гриндит важнейший туннель об Диспеер. Находящийся в топ-10. Уже есть 88% и 17-100. Это предельно близко к победе. Но с учет матской концовки можно ждать фейлы там еще. Тем не менее, попыток не так много. Около 40 тысяч. Мотивации полно. Ставлю то, что победа будет до конца апреля. И как раз, вот, я озвучиваю это. Сервакс проходит. Он больше не умер в конце, как я думал. Он прошел туннель в Диспеер. Это топ-8 демон, который на самом деле сейчас поднимут. Там пупуф. И Сервакс считает, что это сложнее, чем овох. Ребята, мега-гг, мега-хорошая новость. Теперь слово про проспектов. Я думаю, неплохим проспектом является Вортон. За этот месяц он прошел за Голден всего за 30 тысяч попыток. Потом первым в РК Фрост Спирит. И Прометей всего за пару дней с полного нуля. Очень мощно двигается, челик. Будем за ним следить. Я прошел за Голден! Я прошел за Голден! Я прошел в Рост Спирит! Я прошел в Рост Спирит! И Макс радует. Прям красава за последнее время. Он прошел Обливиум, Арктурс, Голден, Хардмашин с ВИ и принес в стране очки за Синистр Сайленс первым в РК, еще поставив мировой рекорд по попыткам. Просто машина какая-то. Пора переходить на новую планку сложности, дружок. Предыдущую ты уже явно не чувствуешь. Я прошел Обливиум! Я прошел Арктурс! Сюда! Я прошел! Я прошел! Я прошел! Я прошел! Я прошел! И в конце концов, Дэннин наш человек. Он окончательно разочаровался в зарубежном твиттер-комьюнити. Завел русскую ТГ. И после того, как он дофармит топ-1 Канады, то сменит флаг на российский Триколор. Для тех, кто в танке, у него русские бабушка и дедушка. Так что автоматом ему это завозит дикий процент в его национальность. Именно связанный с РК конкретнее с Россией. Так что ждем. В последнее время он битнул Слоутер Хаус. В общем, мега машина. И на этом все. Вот такой выпуск получился. Это не рубрика. Не ждите еще. Это просто, когда вот прям невозможно молчать, то буду выпускать такие обсуждалки новостные по поводу нашей битвы в Слеерсте. Так что будет повод, сразу выпущу. Снова повод, сразу выпущу. Не будет повода в год. Ну, год ничего не выпущу. Надеюсь, такого не будет, потому что мы двигаемся сейчас очень хорошо. Напоминаю, что там у меня видос классный вообще реально. Как давно я прям не говорил, что у меня какой-то классный видос вышел. Вот он вышел. История РК Слеерста по хардостам РК. Смотрите, ё-моё. Два проезда на маршрутке. Да, с ценами капец уже там. На проезд в Россию. Или месяц контента. Выбирайте сами. Давайте пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...